Ну что ж, дорогие друзья, я всех приветствую и вначале, сразу перед матчем ZN против команды ByKey, наверное, попрошу подписаться на мой твиттер. Ну и давайте посмотрим сейчас на EFROUND, пока у нас будет здесь заставочка сверху висеть. Не то, что заставочка плашка, сейчас будет на EFROUND играться на нигде. Карта, мираж между этими командами, французская команда ByKey нам знакома. Не понаслышке эти парни, которые играли команду Virtus.pro в рамках SLTV Star Series, имея в составе девушку, потому что у них отсутствовал липтон, не было пятого игрока. Но вот сейчас вроде бы как состав нормализовался, у них есть два игрока из Бельгии, Вейк здесь зарезал последнего ByKey, ну и, наверное, останутся ZN за дефенс. Из последних матчей команды ByKey стоит выделить плотное поражение в рамках Star Series, Star Ladder, со счетом 5-16 команде Havs, поражение от команды Kirchnet 10-16, поражение от команды Alternet 9-16, победа над командой Virtus.pro 16-12 и ничья с ESC Gaming. Это вот вся их, в принципе, серия, то есть эта команда нигде на ланах до этого не участвовала, кроме ESVC Франции, которая уже закончилась достаточно давно. И брать его в расчет сейчас не стоит, потому что там действительно были первые шаги CSGO, первые шаги CSGO не только тут, но и во Франции. Ну и команда ZN из России, за которой мы сегодня следим, болеем, верим в нее. Верим в нее. У них пока что результат весьма удручающий. Поражение команде NIP со счетом 4-16, поражение команде Jazz в рамках Star Ladder 12-16, поражение Na'Vi 9-16, две ничьи, одна против Fizzers, другая против Rush 3D. Rush 3D, как я понимаю, это игра на Star Series, а Wizards это, да, EMS, это был EMS у них. Ну что, первый раунд, хэфф пан, пишет Aero, погнали, байкейс, лоу-плей, подаплент и будут выходить, сплетовать ковры плюс яма. Решили, в принципе, не ждать. Так, пошли береты в бой, ну что, Кебакина убьют, да, мам. Вот Маликнович уничтожает, будут летать, посмотрите, с беретами вперем, мышку кладет обоих! Ой-ой-ой, дают прорваться парню, но тут, слава богу, запирает Aero динамик. Ну что я сделал, этот чувак просто вышел и положил два тела в ряд, разложил парней просто по полочкам на 1-0, правда, в пользу Z Nation. Не помогли береты здесь в команде Байкейн, раунд был с игром крайне отвратительным, вообще как-то непонятно. Они сначала вроде как степом хотели выходить, а потом резко передумали, дернули, решили вывалиться. Z Nation, конечно, такой раунд должны были принимать и не принять его. Это, конечно, полное негодование было бы с их стороны, и ошибкой фанаты бы, наверное, не поняли этой команды. Ладно, давайте смотреть, аэроковры сразу залезают, он на белый, вейк проходит на зиг, и, в принципе, весь прием экшена будет на аэродинамике. Ну вот атака там что-то готовит очень-очень интересно, и как мы можем посмотреть, наверное, вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять вот кто-то в эксплите балуется сейчас кнопками, дико-дико за это извиняюсь, друзья. Ну а мы смотрим, что вот здесь происходит, аэродинамик принимает, в принципе, эко его разменивают, влетает Фаби, ну тут Бизоны в деле, Бизоны МП-7 в деле, и, как видим, последний в НПК просто положили, положили. Байкейн-бомбу, кстати, не ставили, им еще один ЭК предстоит, и вот на этот раз он будет не особо результативный, я думаю. Но если они что-то купят, то не ошибутся, как видим, экономика в начале раунда, конечно же, стра, да, и эт. И с этим ничего не поделать. Нужен еще один раунд слить. Ну с Двайсов, опять же, с Двайсов начнется экшен. Так, ну что, здесь проброс на центр дыма, это, видимо, выпад Зиг от французов, будет разыгрываться. Опять же, вот дым упадет, изолирует люльку, да, там уже на медле начали шуметь, начали топать, уже Вейк во все принимает Зигу, на него, как видим, достаточно плотный заход играли. Нападающие, ну нападение, явно вот знало, где нужно разменивать дефенс, знали, где кто будет стоять. Но, опять же, спецназ победил, Вейк, конечно, набрал парапет, завершил раунд аэродинамик, счет становится 3-0. Первый девайсный раунд от Байкей мы сейчас увидим. Ну, я думаю, что там что-то интересное есть. Опять же, дым на центр приветствуется, смотрим на билд по оружию. Ну, пока 5 АК, 5 АК и без какого-либо недоразумения дым на центр никто не дает. Два яма, два ковры на А, один игрок под Б, но это мид, нет, это Б, это Б, это Б, и это бомба, как я понимаю. Нет, бомба остается вот тут. Ну да, слоу-плея, по-моему, Б будет разводить, либо заходить в спину, просто пока непонятно. Нет, он вообще будет с перемышки выходить и затыкать в спину вот этих двух игроков дефенса. Шансы есть, но вот люльки его уже, в принципе, заплэшило. Дался прогрен, дался дым, хелпа пришла на аплэнта, перемышки известны. Тиммейты Скрима пока что еще не вышли. На, и вот Скрим сейчас рискует на самом-то деле остаться ничем. Он мог здесь, может здесь запушить Вейк. Вейк как раз-таки ждет от него отхода какого-то. Ну, а Скрим, в свою очередь, пока что прячется и ждет Зиги. Ну, вот на Зиге уже намошнился. Оп-оп-оп, вот он пошел за мес. Скриму уходить не рекомендуется, нужно уйти в СБ, кстати, уже могли проаркадить. Он наелся площадь, здесь играется дыхать на анпике, открывает счет в раунде, минусник. Акибакин дает размен, занимает ковры и понимает, что Трон уже заняла атака и надо что-то делать. Одна флешка через верх, минус от Ивела. И с Троном Малекинами чего уничтожает, минус 2 дает, забирает вдобавок еще Ивела, который пытался выйти на размен и на ситуацию 3 в 2 французы вводят это дело. Ну, вот сейчас Вейк, выходя в Зиг на аркаду, видит скрима, который до сих пор ждет, опять-таки, экшна с перемышки. Получает пули в скрим, невнимательная игра от француза на миде. Оставляет его тиммейт одного, ну и здесь затейшн с легкостью. В принципе, расхавали и расхватили этот раунд. 4-0. И Байкей нужно сыграть еще один слив. Денег-то нет, денег нет. Ну, вот кто-то там сейчас по 250 взял, как я видел на этом Малекинович, опять же, тот же. Вот у меня из Байкея есть два парня в друзьях таких. Два чувака, НПК и скрим. Нужно будет о них что-то узнать подробное. Тут вообще Малекинович Дигл взял, тут даже не стал брать по 250. Негоже это, давай с Диглом. Ну, вот старая школа, да. Вот ему тут влетела приятная граната, и из него аж куски мяса посыпались, как мы могли видеть. Ну, в общем, на этот так у французов, видимо, какие-то планы, но вот какие пока опять не ясно. Не ясно. Пытаются играть степ под А, степ под Б, в итоге выходят на контакт, получают хорошую долю демэджа, лишаются, опять же, своего фарварда с Диглом, который должен был в качестве открывающего быть в этом раунде. Ну, и стягиваются аккуратно на мид, где их уже готов, в принципе, его принимать. Ну, вот с вертушки сразу в голову, минус два, давай пистолет в дело. И, ну, вот B2, B2, конечно, здесь так не стреляет, как под 250 на такой дистанции. Видимо, за белый ящик не долетает нормально. И надо как-то забревать уже, сконять последнего игрока атаки. Он, конечно, на пике и старается выжить максимум. 5-0! 5-0! Затнейшн пока во второй своей игре, во втором туре этого чемпионата держится неплохо, на мой взгляд. Ну, а мы продолжаем надеяться на то, что французы покажут что-то интересное. Вот Ника у нас будет в качестве лагающего парня в этой команде. На GoTV он лагает. И давайте посмотрим автодиректорам, что же будут делать сейчас французы. Ника Мид, он первый, его там должны перекрывать. А, он первый пропрыгивает, там УВП, но здесь открывается первая яма. За белый, да, прошел Ника. Авик от атаки на центре есть. И агрессивный дефенс спалили. Видели дефенс коридора от Вейка, видели дефенс с парапет агрессивный. Ну, вернее, догадываются о парапете. Шайен минус Вейк. Начало отличное. Мид запирают за собой. Вейк пытался с дыма стянуться на перемычку к своим тиммейтам. Либо, ну, выход был здесь только обойти вот сюда в ковры снизу. И Байкей в чистом преимуществе будут выходить Аплэнд. Им здесь Аплэнд очень симпатизирует, как я понимаю, потому что Липикей уже открывается. Строны его сразу же отстреливают. 13 хп оставляют. Ну, сейчас полетит граната в трон. И граната будет вполне оправданная. Малекинович пытается выкурить игрока атаки. Игрока защиты, вернее, ему это удается. Но чувак уже ушел под флэш. При том, что он ушел. Сначала влетела флэшка в яму. Потом только был выход игрока в дефенс оттуда. Ну, отдача позиций. 5 х4. Но еще не все потеряно у Зетнейш. Ну, вот выход на контакт. Посмотрим, как сыграет Кибакин. Кибакин опять же в звене с Ивилом. Разыгрывает Аплэнд. Минус от Ивила есть. Парень неплохо играет. Зажим от Кибакина. Минус 2. Малекинович скрим падает. И остается шайн ласт. Ну, вот у этого парня АВП. Несмотря на то, что 1 в 3 АВП очень опасный девайс в этой шпилке. И он может нашалить. Нашалить в этой игре. Ну, вот он думает, что его с люки здесь пытаются зааркадить. Как видим, на него приходит чувак. Он же Фаби. Попадает он на самом-то деле по Фаби. Очень-очень плотно. Оставляет ему 1 хп с АВП, не добивая. Ну, и Фаби здесь немножечко везет в этой ситуации. Но, опять же, свое везение он полностью, по-моему, реализовал. И свое преимущество показал. 6-0 в пользу The Nation. Слушайте, пока что какие-то скучные игры. Нет размена по раундам никакого. Вот в первой игре мы посмотрели. The Nation сыграли крайне неубедительно. Но, опять же, предсказуемо. Больше его было ждать глупо. Потому что играли они сейчас против лучшей команды в мире. Nindsey & Pigeons. Ну, а здесь топ-3 Франции, по сути. Да, который играет с большой надеждой на то, что все будет окей. Так, сейвил минус, скрим. Отлично. Отшивают Зиг. Они будут атаковать через мид. Но, в принципе, отдают они коридор, люльку. И сейчас, если здесь сейвил не разыграет люльку в свою пользу, он может не терпеться большого провала. Ну, вот Зиг уже отдали. Малекинович минус Фаби. Все, это выход B. Бомба от Npk. Прошла в плент попытка убить кухню. Минус Айра. Предусмотрительно. Разыграли. Ну, тут слышали игрока защиты. Опять-таки. Схема атаки у французов была интересная. Раунд они изрядно хорошо определили. Вдобавок ко всему взяли, подсадились в люльку. Разыграв через нее, застали врасплох. Двух игроков защиты. Ну, и на 2 в 1 ситуацию, как видимо, выводит. Кибакин пытается бороться. Минус 1 в 1. Опасный момент. Кибакин, выход правый, не смотрит. Npk ползет за ним в кухню. Ну, вот сейчас должен был понять Кибакин, что чувак в кухне убежал. Кибакин пока что бегает по пленту. Не понимает, не находится последний игрок атаки. Но Npk его здесь умело развел. Опять же, сыграл на звук. Играл в преимуществе. Время работало на него. Бомба пищала. Счет 6-1. Забирает АВП. Смотрим, что будет делать. Отдача Шайну, по-моему, Авика. У ZN по-прежнему есть деньги. По-прежнему байс. Экономика. Экономика там пока еще шататься не должна была начать. Но вот только у одного игрока. Ему дали дроп. Как видим, там по 6-600. У трех игроков дефенса. И с девайсами особых проблем быть не должно. Но опять же, французская команда. Французская команда. Знаете, вот французы играют так. Они сначала несколько раундов отдают. Входит в вкус игры. Так, моменталка имеет и все белые. Опять игроков сразу, чтобы никто не вышел. Дым летает в перемычку. Но в перемычку все равно зашел у нас Фаби. И будет ждать контакта. Но, как видим, все пять игроков французской команды на меде. Фаби сразу запирает. Ошибка в позиции. Слишком рано открылся. И открылся на кучу соперников. Были готовы французы к таким действиямам. Посмотрите, как они люльку занимают. Они не через подсадку работают. И удачный спрей от Вейка. Но вот едва-едва не хватило ему, чтобы добить НПК. В итоге Зика дали. Айра сразу забирает НПК. Не дает пройти линк. Дефенсив бэплайн. Трид еще одного игрока. Атаки, но скрим. Тут оказался сильнее на перестрелке. Обыграл россиянина. И бомба ставится французской командой на Б. Ну вот Кибакин плюс Сивил. Ну вот Миша. Миша сейчас должен здесь потащить. На самом деле, бойки пока еще не догадываются о том, что Миша сыграл в аркаду. Вот Кибакин будет первый на себя отвлекать внимание, скорее всего. Да, вот граната кухни. Кибакину надо открываться. Миша дает минус. Ну вот неправильно действует. Миша минус два. Выход плент. Минус три. И скрим разменял Мишу, но Кибакин, как видим, умело подхватил. Респект Антону. Это 7-1. И бойки не дают разыграть очень важный раунд. На самом деле, вот если бы вы сейчас взяли бойки, и появился бы такой, знаете, фриплув мотивации у парней. Но я считаю, что на такой карте, как Мираж и Затнэйшн, должны их просто бомбить. Итак. Эдвард вообще убийца в CSGO. Ну а что вы хотели? Эдвард и Маркелов, друзья, это два таких парня, знаете, очень-очень талантливых, на мой взгляд. Это одни из самых талантливых игроков. И не только в Counter-Strike, не только в Counter-Strike в Go, эти парни способны, по-моему, там, да, Силити, Дот и Лол, вообще любую другую группу, там, если она им, конечно же, там заходит, да, с каким-то приколом. Постоянно, им хоть чуть-чуть нравится, эти парни, я думаю, способны на многое. Ну, то есть это реально талантливые, талантливые геймеры, как-то. Но я думаю, что, может, даже и в другой дисциплине, если там Маркелов или Эдвард продолжат карьеру, я буду только рад. У них это может получиться. Но пока быстрый экраунд с разводом от французов. Ника с бомбой под Б-плунтом и П-250 ждет Аркада. Будет выходить, ставить пакет. Давайте посмотрим, получится ли у него это сделать. Пока его тиммейты на мидле пытаются как-то сдвинуть игроков защиты с Б-плунта. Ну, вот ошибка от Ника, стяжка мид. И тут уже Зиг, в принципе, игрок защиты на Зиге услышал стяжку по коридорам. Сейчас будет перекрытие мида. Его пытался дать Ивилл, не вышло. Шайн реализовал подобранный девайс, забрал Вейка. 2 в 3 ситуации. Вот оно преимущество за Францией на экораунде. Вот открытой позиции. Дефенс сохранял до поздней стадии раунда. И потерялись на перестрелке. Но здесь, опять же, был такой достаточно рандомный минус. Мы его видели. Там залепили просто по девайсу. Опять же, на Аплэн дальше не пошли. Как видим, вот он, девайс остался лежать. Его забирать не стали. Выход на аэродинамика. Ну, тут в чистом преимуществе, конечно, сыграть с разменом. Это как два пальца об асфальт. И поставить бомбу тоже неплохо. Но вот остался Фаби. И, может, он сейчас пытается прожевать французский дефенс этой бомбы. Но вот он видел одного парня. При том, что такого нужно, красный прячется. Он понимает, что здесь, скорее всего, перекрестный огонь. Два красных соперника против Фаби. Первый пошел. Второй рядом. 29 хп против 9. И Фаби! Хэдшот в Шайна. Дефьюз-бомба. Французы крайне расстроены. Такому повороту событий. Вроде бы все очень удачно складывалось. Но счет на 8-1. И пока что парни из России, друзья, радуют нас. Мы радуемся за них. Они радуются за нас. И есть же ШКС Гоу в России. Но, если честно, игра действительно очень-очень... Скучновато. И опять же, она скучновато, потому что французы первый раз на лане, по-моему. Я даже не знаю, есть ли там хоть у кого-то ланопат, кто что выигрывал. Я вот только знаю, что из французских жестких игроков... Вот в Джаз играет Шокси, который тотально жесткий. И на лане он тотально жесткий. Здесь, конечно, Скрим зажигал. Это легенда КССа. Как мне говорили некоторые парни. НПК. Ну вот его мы видели на Стар Ладере. На Стар Серии. Видели, как этот парень играл в интернете. И показывал действительно высокий уровень. При том, что по стрельбе он не уступал... Никому из соперников. Всегда вот находился в топ. Был всегда в топ фрагером. И опен фрагером часто. Но вот пока Скрим выполняет роль опен фрагера. Это Аплэн. Попытка забрить красный в паре с НПК. Блестяще разыгрывают французы комбинацию атаки своей. 3х2, 2 ковры, 3 с ямы. Ставится бомба. Защита уже пытается что-то сделать. Аэродинамик удается устроить отстрел одного из игроков. Зига. Но вот трон задоминировать не получилось. В ситуацию попадает крайне неприятную парни из Этнэйшн. Вейк минус Малекинович. Минус СВП должен был быть от Шайна. Но на Стрефе закосячил. Зиги пытается ворваться в Вейк. Но, конечно, тут тупиковое вливание, на мой взгляд, от российского коллектива сейчас будет. Так вот непонятно как. Опачки! Вейк на опыте! Прыжок! Минус НПК! Плэнт и минус 2 с точки. Ну вот если бы закрыл Аэродинамик сейчас Плэнт, то, скорее всего, смогли бы 2 в 1 разыграть против Ямы уже на ура, да? Но, тем не менее, попытались. 8-2 для Байкей. Пока как приговор еще не звучит. Они могут разыграть оставшиеся раунды в свою пользу. Но первая половина мы-то знаем уже за кем. Конечно же, с ЗНами. А вот у Байкей пока... Определенные сложности. Определенные сложности. Но, опять же, они уже сделали все возможное для того, чтобы как бы с двух раундов вылезти. Они взяли во-первых второй. И вторым раундом взятым они избили экономику оппоненту. При том, что на экораундах играли очень успешно. Вот ситуация от Фаби, которая была... Оп-оп-оп-оп-оп. И вот Байк сейчас услышал выход Б-плэнт. Слушаем, слушаем, слушаем. Влетает флэшка. Пошел. Десант Байк сразу пытался изобрить парня. Попал по Малекиновичу неплохо. Но в голову попасть не удалось. Малекинович в ответку забрал. Минус от Фаби. Он продолжает карать и казнить беспощадно французов. При том, что Кибакин еще вдобавок ко всему заходит в спину. Посмотрите, что творит Фаби с подобранным девайсом. Вот сейчас Кибакин еще будет убивать. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну вот Кибакин, по-моему, увидел, да, игрок французской команды. Дал инфу, наверное, по коврам. Не, Ника, посмотрите, ждет откуда. Ника ждет с кукней. Сейчас Кибакин может очень криво сыграть. Не посмотреть на парня. Да, не обратил он внимания на то, что Ника мог быть рядом. Счет становится 8-3. И пока... Сейчас у ZN должен быть Бай. ZN должен быть Бай, а французы должны попытаться побороться за четвертый очко. Я думаю, они ставят цель себе здесь как минимум взять 5. В ZN в первой половине, во второй половине могут попытаться сыграть в камбэк. Опять же, мне непонятно, почему я от французов вижу только дефолтные сплиты. Вот за 5 девайсных раундов. За 6 даже, да, они взяли только 3. Ну и вот опять быстрый выход на апплент. На этот раз тут агрессивный прием от Ивела. Царский зажим и... Как видим, ну вот он выронил бомбу, видит ковры, пытается их убить. Убивает, полез сразу за девайсом. Хорош, девайс подарили и все. Ивелу здесь ничто не должно мешать. Ну что, Миша, давай, дави, минус есть. Остается убить только трон Михаилу и 4 в 2 ситуация. Ну вот Миша тут сейчас должен задавить. Да, дает любяную долю димейджа. По скриму не убивает, но и ситуацию выводит на уровень 2 в 2 и 2 в 1 моментально. Ее делает аэродинамик. Но вот меткость Шайна не подводит и 1 в 1 против аэродинамик. Аэрод за красным. Ой-ой-ой-ой, Шайен, минус 2 с ямы. Как так? Так. Ивел сделал все возможное, чтобы этот раунд был взятый. Но тиммейты не смогли закрыть. Опять же, отход с трона до ямы. У атаки счет 8-4. Байкей берут очередной девайсный. И сбивает полностью экономику команде Z-Nation. Это минимум еще один эко. Ну и взятие пятого раунда. Тут уже проблемы. Тут уже проблемы могут возникнуть. Здесь, как я понимаю, снова готовится быстрая Б от команды Байкей. В качестве одного разводного на центре будут использовать скримы. Оставшиеся игроки нападения, как видим, прошли по коврам под Б. Номер 4-3 у Z-Nation. Это Аэро и Вейк играют в аркаду. Один из под Б. Вот пытался зайти сейчас в коридор. Вейк понял, что нужно идти чекать белый. Пытался стянуться в перемычку. Опять вот за что боролся, на то и упоролся. Второй раз уже он гибнет, кстати, вот при схожих обстоятельствах на центре. Стоит ему задуматься вообще, нормально ли оно с его стороны. Пытаться давать один дым и пытаться на нем как-то открыться, убежать и спрятаться. Но в итоге, несмотря на вот такую неуспешную игру команды Z-Nation, они все равно дают размен на экораунде. И этот размен выглядит достаточно неплохим. Ну, два в четыре. Ну, давай, не знаю, вот Аэро хочет, наверное, пощекотать там французам нервишки. Как видим, в принципе, цель та же самая и у Кибакина. Посмотрите, что делают Кибаки. Ну, и как-то такой тролль просто, а? С четырьмя хп. Троллит просто хоть куда. Хэдшот голова и минус Малекинович. Ну, вот бедняга Малекинович там натерпелся. Статистика у него 8 на 13. Ей-богу, фрагов, наверное, 5 уже на нем сделают Кибаки. Ну, вот у Кибаки на 12 на 7. Кибаки постоянно, знаете, в таких пикантных моментах убивает. Здесь еще нервишки дернули у французов. Но 8-5. Тем не менее, байки берут лузовый минимум, если взять за дефолт счет 10-5. И Z-Nation нужно давать плотный возврат, забирать последние два раунда и с нормальным преимуществом идти разыгрывать вторую половину. Я надеюсь, что так произойдет. Я буду в это просто очень сильно надеяться. Прямо трезво верить в это. Так, Хаэй-Яма наглая, быстрая. Дефенс 2-1-2 у защиты француза. Как, видимо, атакуют мид плюс Яма и ковры. Но будут создавать давление фактически на... Ну, это точно они будут создавать давление, скорее всего, уже на Аплент. То есть тут будет Зига, отвлекающий маневр где-то здесь. Попытаются пройти в перемычку. Вот, в принципе, три позиции, которые вот эти два парня будут сейчас пытаться монцевать. Да-да-да, и они выходят в Зиг, их здесь метка принимает Кибакин. Жесткий спрей, минус 2 дает. Вспомогательное звено нападения упало от перемычки. Основное это звено и не вышло ни с Ямы, ни с ковров. Вот пошел выход Трон, Ямы, но тут ZN уже просто должны все стянуться на Аплент. Понять, что это реально Ай, без шансов забрать здесь всю французскую атаку. Ну, так оно и происходит. Как видим, да, ошибка. Опять же в игре. Вот неправильно они, видимо, выбрали роли в нападении. От этого по какой-то хрен два игрока пошли на центр. Закончилось это, мы видели, чем полным-полным провалом. Они пытались через дым и флеш пробиться в линк. В итоге вышли белые. Кибакин просто зажал, забрал. В итоге 9-5. Ну, 10-5 здесь без проблем можно взять. Но у байкей на последний раунд остались деньги. И это будет достаточно плотный бай. Ну, байкей, что ли? Минимум тактики. Как бы вот в большинстве своем пытаются играть через дым. Флеш какой-то жесткий выход. Ну, тут под прикрытием Шайна пытаются два на мид зайти игрока защиты. Вернее, атаки и пробиться опять-таки на позиции дефенса. В зиге. В перемычке. На перемычку плотно смотрит Кибакин. Там волноваться значительно не о чем. Вот Вейка, посмотрите, как теперь стал смотреть Зика. Он решил полностью отдать. Полностью отдать свои наглые выпады. И принимает уже тупо на заходе. Первый минус есть. Минус 2 должен был давать. Но он пикей. Дожал, дожал Вейка. Заставил парня открыться. Малекинович отрезает в этот момент перемычку. Чудом убирает Кибакина в дыму. Аэра отстреливает скрима на Б. И грандиозный прием от Фаби. Должен здесь быть 2 в 1. Малекинович ласт на Б пленте. Открытый. Ждет с кухни какого-то экшена. Экшена с кухни нет. Фаби прячется, как я понял, тоже за плентом. Тоже за плентом. Вот, в принципе, расклады здесь такие удручающие. Слегка. И, как видим, дожидается. Малекинович экшена от Фаби. Фаби открылся в кухне. Погиб на счет 10-5 в первой половине. И не так уж все плохо для команды Байкей. Затэшн, конечно, их погромили сначала. Но французы потом смогли собраться. Ребята стараются. Ну, как французы. Три француза, два бельгийца. Опять же, Ника Скрим. Это представители бельгийского Counter-Strike. Бельгийский CSGO сцены. Я бы даже сказал, CSGO сцены в прошлом. Вот Скрим-то уж точно. Ну и ZNation. Выигрывает первую половину после неудачной игры с НИП. Победа со счетом 10-5 на карте Демираж против Байкей. Все еще не выглядит, на самом-то деле, проходным билетом из группы. Но выглядит, как минимум, хорошим результатом. И тем временем, вот уже результаты первой группы А такие. Что на первом месте пока что НИП. У них две победы. Они разобрали команду. Брюссельские Guardiants вообще в минуса. То есть там парни минус 15 по раундам пошли. Это, видимо, там либо 16-1, либо 15-0 в первой половине. И 16-0 в целом. Наверное, примерно с таким счетом сыграли. Ну, у НИП уже 6 очков. ZNation сейчас будут пытаться бороться за свои первые 3 очка. Потом, ну, если они Байкей выигрывают, у них остается только одна проблема. Это от команды ESC Gaming. ESC Gaming они уберут. Брюссельцев уберут. И все вроде бы нормально складывается. Можно выходить в стадию плей-офф. Но, опять же, до стадии плей-офф, конечно, чемпионат будет напоминать скукоту. Скукоту. Но первые 2 дня турнира в любом случае мы посмотрим. Я для вас откомментирую. На второй день турнира будет на 2 матча меньше в групповом этапе. Потому что сегодня матч у группы B стартует. Но мы их смотреть не будем. Там, опять же, 2. Но они не особо интересны. Там Кик и Вэри Геймс. Это не сильные перцы. Там ВГ выиграют. И на Сябов смотреть желания особо нет. Уделим мне все внимание завтра команде DAP Team и ее выступлению в группе B. Ну, а тут ZNation. Первая пистолетка в атаке. Быстрый выход на B. DAP LAND без каких-либо предварительных наработок. Без предварительных, скажем так, ласк. Чтоб французам было не обидно. Просто взяли, вышли. И поставили бомбу. Взяли раунд. Все. 3 в 1 ситуация. Шансов у НПК практически нет. Он убивает Ивела. Сейчас попытается сыграть, наверное, в пуш. Интересная граната. Но никого ты здесь не разведешь. Уходит на Эдилуад. Аэродинамик. Ловит его на попытке стрейфа Эдилада. 11.5. Первая пистолетка за ZNation. Ну и, по сути, я думаю, проблем действительно нет. Должно возникать. Все. Экономика у байкей упала. И денег нет. Они сейчас, конечно, купят пистолеты. Потому что на одном... Все равно играть двойкой на одном из акраундов. Надо попытаться что-то сделать с деглами. Ну, мы посмотрим, как это будет. ZNation играют через мид. Через мид. Кибакин вот сейчас дал дым. Дым сейчас должен здесь где-то упасть. Как я понимаю. Да, дым падает. И давайте посмотрим. Да, дым падает на ЗИК. Изолирует люльку. Но, опять же, проход за белый не изолирован. ZNation знает примерно, что будут делать французы. Но вот аркада на ЗИК сейчас была очень-очень такая опасная. От французской команды. Почему они, аркадили? Непонятно. Но, видимо, на инфу у ZNation, как видим, идут какие-то непонятные карусели, качели. Они меняют свои позиции. Перегруппировываются. Стягиваются в трое МСБ. Оставляют аэродинамик. И, видимо, решили разыграть другую схему в этом раунде. А, ну аэрон и медиа с пистолетом нормально, в принципе. Он тут, как игрок информации, может себя неплохо проявить. Плюс HP 250 неплохой пистолет против парня без армора. И можно попасть неплохо по голове. Но его тиммейт выходит на А пока что с разменом. Конечно, это не самое хорошее, что могло быть. Но вышли они на дигл. Они не знали, что там будет дигл. Вообще, по логике вещей, французы не должны были покупать никаких диглов. Но вот почему-то Ник и Малекинович его взяли. Дали по минусу. Но, опять же, вот три в одного, и что ты будешь делать? Даже с подобранной гранатой брошенной. Туда тут должны просто запирать. Ну да, как видим, пощекотали прострелом и забрали последнего француза. Не копал 12.5. Затнейшн пока нормально очень держится. Извиняюсь за то, что титр не убрался. На самом деле, этот титр убрался. Друзья, в чате Киберарена ТВ, в чате SL4M и Esports комментатор напоминайте мне, если висит титр, а я каменчу, и он не выключился. Напоминайте мне о нем. Просто я кнопку нажимаю, а он не убирается иногда. Но это мисклик. Тут уже проблема вообще винды, которую надо сносить. Оп, там наглая флешка на центр. Попытка за Аркадий от Малекиновича. Сразу же Фаби заказал этому парню дорогу в никуда. Ну а тут пуш пошел на зиг от французов. Уработали Фаби. Ну, на нежданчик словили. Что поделать? Ну, мы это уже прекрасно понимаем, что шансов тут нет. Ну, хотя МПК еще вот себе одну колобашку отцепил. Помучил парня, разобрал. Пытается МПК стреляться с Ивелом. Но заканчивается это все, опять же, предсказуемым результатом. Счет становится 13-5. Изотнейшен 2 раунда до матчпоинта, 3 раунда до победы. 5 раундов у французов в этой встрече взято. Ну вот, наверное, они не особо довольны сейчас своей игрой. Давайте посмотрим, как дефенс разойдется. 2-1-2 все-таки будут играть. Да, 2-Б. Шайну, как игрока с ИВП, как снайпера оставляют, опять же, в центре. Но он будет брать авик, наверное, ходить в люльку. Может, в каком-то из раундов мы увидим его на поджиме зига. Ну а здесь что? Два подвала быстро на перекрытие. Вот они выйдут такими звеном. Сейчас перекроют нычку. Оставят одного здесь, чтобы отрезать зиг. Ну, два игрока с бомбой уже атакуют. Первый контакт есть с красными ящиками. Вот сейчас будет играться выпад зиг. Зиг плюс Малекинович в пленте из-за красного минусуют. Перемычку забирает Эвила. Размен дает Фаби. Но не очень уверенно вышли из Этнэйши на Аплент. Потери слишком большие. Здесь бы, конечно, отойти и похолдить. Но парни рискуют. Рискуют. Играют на установку бомбы. Нужны деньги. В случае проигрыша бабки будут хотя бы повторно разыграть девайсные. Ну и Фаби играет в прятки. Ждет десанты на ящик. Его пытаются прогренить. За красным Вейк отстреливает одного из игроков. Дефенса. Еще один минус от Вейка. И ситуация 1 на 1. НПК против Фаби. Стрейф за плентом. Бай. НПК. Как словил на стрейфе Фаби. Тот пытался дернуться и попасть в голову. Но вот при фаер от НПК я прямо обдуваю. Он тупо вот стрелял в ящик. Попал в голову. Где-то здесь вот пуля где-то прошла. И чувак упал здесь. 13-6. Ну вот. Несмотря на то, что. Тут по-моему очевидно, что Зат Нейшн сильнее. Байкей. Вот даже если взять эту ситуацию. Как бы да. То Зат Нейшн остались как бы 2 в 4. И смогли немножечко проживать французов. То есть тут не взяли раунд. Опять же вот стрельба НПК. Именно на имя НПК. Спас ситуацию там. 1 в 1. Там немножко кривой стрейф от Фаби. Но Зены могли этот раунд потащить на себе. Но я думаю сейчас они исправятся. Лагает немножко Гол ТВ. Видим минус от Шайна. Зат Нейшн штурмует Бэп Лэн. При том, что выходят пущи. Размены опять гручающие. Но им удается выйти перекрестным огнем. Мы сплетанули. Они на самом-то деле неплохо. Зиге удалось прорваться Фаби. Ну вот сейчас посмотрим, как Фаби разыграет здесь против кухни. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну тут просто все. Сырные пряники пошли. Малекинович минус. Тут начал сжать Фаби. Надо было просто постоять подождать. Пытается Аэродинамик его заменить. В качестве игрока. Который должен заставать врасплох. Но не вышла. Не вышла. 13-7. Еще одно очко. К французам. Вот не хотят они 14-й раунд отдавать. Зат Нейшн. Ну, Зат Нейшн опять. Успешно, я считаю, достаточно. Атака была на Бэп Лэн. Просто они... Эта атака выглядела такой. Они... Они точно знали, что они будут делать. У них не было четкого плана, как разыграть этот раунд. И они просто решили попытаться застать врасплох бойцей. Ну, то есть там припереться на стрельбе. Да, быстренько пройти. Тактическая составляющая была минимальная. Конечно, на миде не было создано достаточное количество давления. Но я думаю, Зат Нейшн на эту тему не парили. Сейчас-то по-любому им предстоит с игротекой. И они готовят дымление на быструю установку бомбы. Я думаю, тут можно посмотреть от лица Малекиновича. Но лучше, конечно же, НПК. Он... Один из ключевых в составе Байкей. Опять же, вот в рамках Старсерии, Старладдер, этот парень демонстрировал хороший результат. Ну, а здесь пока без шансов забирают на себя ковры ребята из Байкей. Пытается Малекинович отстрел... О-о-о-о, НПК отстреливаться. Малекинович помогает. Минус два было. Ну, в итоге с разменом. Скрим завершает и ставит жирную точку в раунде. Убивает 60% вражеской команды. Получает за это МВП. Немножко статистики после такого эка. И у Байкей, как видим, есть три МВП и НПК. Одно у Скрима, два. У Малекиновича Шайн, два. МВП. Пять на 17 идет Ника. Ника, соберись. Вот бельгийский Ника не такой, как шведский. Шведский бы, наверное, уже просто казнил Коралл. Но у The Nation Фаби пока что фраг-лидер 18... Ой, 23 на 13 есть у Эвела. Фаби скоро лидер. У него 62 очка. Конечно же, раунд великолепный. Один в два, где он потащил в опасной ситуации. Вот здесь The Nation пробует разыграть контакт на ВП на центре. Тоже очень такой момент спорный, если честно. Потому что Шайн мог его уже убить. А если бы они в паре со Скримом играли, то один при фаре все было бы четко. Но Фаби продолжает создавать давление. Димзик. Дефенс, как видим, готов принимать мид. Судя по позициям, готов также моментально зафокусить выход на Аплент. Но Аплент будет разыгрываться, видимо, пассивно. Либо это будет фейк. Просто я так и не понял, у кого находится бомба. Она где-то лежит. Аэродинамик. Кибакин в паре открывается. Вейк атакует с ямы. Все самое время задоминировать ковры. Да, вот они ковры. Халявный минус для Вейка. Невнимательная игра от НПК. Отдымление Делпана. Проход на КТ респаун от Кибакина. Ну вот неудачный. Неудачный. Пытался он здесь заторанить и занять позицию. Но не Ждан. Ну что Ждан словил. Не Ждан. И у него это не вышло. Ну и 1-2 остался здесь Нико, который заблудился в дыму. Пытается бодаться. Хотел прыгнуть. Запнулся за столб. И его, конечно же, Затнэйшн сразу перехватили. Горяченького. Горяченького взяли. 14-8, друзья. Ну а тем временем, что у нас в чате СЛ4 и Спортс Комментатор? Ничего. В Киберарене тоже ничего. Так. Эвил мощная замена вместо ЛК. Ну Эвил не вместо ЛК играет. Он играет вместо Сквиза. И я считаю, что Сквиз был не менее мощным и опасным парнем. Но вот я не знаю, что же с этим игроком. Мы так, кстати, с ним особо сильно-то и не познакомились. Но Сквиз разыграл первый матч за команду Затнэйшн в рамках СЛ-КВ Стар Сириес. Играл очень-очень неплохо, я бы сказал. Ну а если мы не против, я, наверное, сделаю вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Мне просто очень-очень не видно прицела. Я хочу его оставить вот таким. Чтобы было понятно, что... Как в Quake в свое время. Не, кстати, здесь такой прицел с точечкой вообще прикольно подходит, по-моему, под CSGO. Точечно стрелять очень прикольно и удобно. Так, ну что, здесь яму на тайминг. Тайминг удалось поймать NPK, но неудачно минус 2 не сделал. Фаби в ассисте с фейком. Разобрали яму на позиции скрим на Аплэнте. У него сейчас будет самый ответственный момент, наверное, за всю его игру на этом чемпионате. И он, в принципе, с позиции справа сообразмен. Сыграли в 0, но 3 в 2. И численное преимущество у Затнэйшн. Именно они пытаются дальше бомбить, но натыкнули здесь, как видим, на них. И Ника пытается бодаться с ними на стрельбе. Вжимает фактически всю тридцатку в игроков атаки. Но, опять же, численное преимущество и грамотный. Грамотный игрок в микромоменте против такого парня, который потерялся в Зиге. В линке, вернее, в примычке. Приносит 15 раунд команде ZNation. Друзья, это матч-поинт. И... Байкейн, наверное, можно сказать. Не, Байкейн, только стоит пожелать удачи в матче против ESC Gaming. И команде ZNation, конечно, в матче против Брюссельской Капусты. Но... Ну, как там не Капуста? Там Брюссельская Гвардия, конечно, называется команда. Но я все-таки надеюсь, что мы увидим с вами матч Байкей-ЕСС. А потом только ZNation-ЕСС. И все пойдет по графику, по расписанию. Идите, смотреть, желания нет. Так, ну что, у Байкей диглы. Здесь Крим пытался раздать. Минус один дал. Хороший кэкшот, но... Не вышло удержать у него Зиг. Зиг был прорван. Также прорвали, как видим, основной выход на Б с ковров. Забрали позицию на белом. Перестрелка пошла с баней. В бане у нас тусуется Малекинович. Он на себя отвлек, в принципе, внимание. А вот сейчас Шайен может попытаться застать врасплох. Но совершает ошибку. Начинает стреляться в коврах. И... Не дожидаясь, кстати, прямого контакта до головы, отдают просто в подарок сейчас последний раунд игроки команды Байкей, команде ZNation. Ну и 16-8. В общем, финальный счет этого матча. Ну и, наверное, на этом наш репортаж с этого турнира, конечно же, не заканчивается. Далее, друзья, мы будем, наверное, смотреть. Ну, не против Байкей это совсем будет, по-моему, разрыв Пукана, как я понимаю. Ну вот дальше ESC Gaming вроде бы как играет в 15-15 ZNation. То есть следующая игра ZNation по Киеву где-то через час. Ну мы... Мы тогда, наверное, не будем унывать. Посмотрим либо ESC Байкей, либо НИП Байкей. По-моему, только вот французы опоздали на свои игры. Ну и НИП ESC в конце игрового дня. Сегодня это будет эпичный экшен. Я пока что повешу анонс трансляций. Анонс следующего матча на заставку. Но, друзья, опять же, он не точный. За точным анонсом следим в Steam. И чуть попозже, как появится информация, я обязательно напишу, что же мы смотрим следующее. Просто пока не ясно, как организаторы решат эту проблему с задержкой. И как на это отреагирует команда. И самое главное, кто будет играть дальше, пока непонятно.